Привет! На связи Метал Мама, Францова Женя. Сегодня поговорим о тренере экстремального вокала Мелиссе Кросс. Мелисса Кросс, учитель вокала, королева скрима и просто крутая тетя из США, выпустила несколько обучающих DVD Zen of Screaming. Там она рассказывала, как правильно кричать, что для этого нужно делать, как дышать. Там же можно найти практические упражнения. У нее учились такие известные вокалисты, как Кори Тейлор, Рэнди Блайт, Ангела Госсов, Роб Флинт и многие другие. Я решила снять про нее отдельное видео не для того, чтобы петь дефирамбы, или наоборот доказывать, что она плохой преподаватель. Нет, я не умоляю ее достоинств. Судя по всему, ее методика работает. Хотя те же техники Кори Тейлора наводят на определенные мысли. Просто недавно я наткнулась на одно видео. Видео скорее рекламного, чем образовательного характера. С первых секунд Мелисса показывает скрим. Долго так. Но меня смутила мощность этого звука. Согласись, это достаточно тускло для того, чтобы петь метал или рок-группе. Далее она сказала о том, что этот вид скрима называется фрай-скрим. И привела в пример вокалиста In Flames, который издает звук гораздо мощнее этого. Вот, сравни. По словам Мелиссы, этот звук делается с помощью True Vocal Chords. То есть с помощью голосовых связок. Еще по ее словам помогает рот, который служит определенным фильтром. Вообще фрай – это штробас. Просто за рубежом так называется, если что. И делается он на голосовых связках, не на ложных. Не веришь? Посмотри ларингоскопию. Здесь участия ложных связок нет. Затем Мелисса сказала о скриме False Vocal Chords Scream. То есть скрим на ложных связках. Но то, что она показала, это не ложные связки. Это черполовидные хрящи. То, что показала Мелисса, это реттл. По ее словам, такой вид скрима у Кори Тейлора. Сравни. Возможно, теперь становится понятно, почему Кори так и не научился на регулярной основе безопасно кричать. Если вкратце, реттл получается за счет смыкания черполовидных хрящей и вибраций надгортанника. Смотри видео с моей ларингоскопией. Третий вид – Death Scream. Здесь Мелисса рассказывает о диафрагме. О диафрагме я рассказывала в видео про опору. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. И, кстати, ни слова о черполовидных хрящах. Но как так? Они же участвуют в этих техниках. На, смотри. Четвертый вид – Hybrid Scream. Мелисса рассказывает, что нам необходимо научиться петь срэс. Говоря языком голосовых структур, нам необходимо сжатие ложных связок. То есть расщепление поверх чистой ноты. В конце видео Мелисса говорит о том, что все это можно делать безопасно для своего голоса. Кричите, кайфуйте, все будет окей. Да, это так. Но из всего вышеперечисленного я делаю не просто вывод. Я вас призываю. Думайте, анализируйте, сомневайтесь. Изучение экстремальных техник – путь непростой. А обучение им – это большая ответственность. И, как сказала моя коллега, проверь, несет ли твой преподаватель анатомически неверную чушь. Это непросто. Начинающий вокалист может быть некомпетентен в этих вопросах. И, конечно же, на слово поверит очень популярной женщине, которая обучила знаменитых вокалистов. Но популярный не значит компетентный, к сожалению. Есть над чем подумать, согласись. Буду рада твоей поддержке. Лайк, комментарий, подписка. Расскажи о моем канале своим друзьям. Добавляйся в соцсетях. Благодарю тебя за внимание. Твоя металлмама.